Многие специалисты, раскрывая историю черкесских народов, дают разные определения слову черкесс. Мы же, заглянув в энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, читаем. Уже у греческих историков встречается название керкет, которое относят именно к черкесам. Греки еще их называют зихами. Так кто же относится к этой группе, мы сегодня и узнаем в нашей лекции. Черкесский фактор – немножко такое обширное и аморфное название, термин, который, наверное, требует кое-какого уточнения. Эшбайлана Джималовна, регионовед-арабист, окончила 10-ю среднюю школу в городе Сухум, поступила в Институт стран Востока при Институте Востоковедения Российской Академии наук на факультет регионоведения со специализацией «Арабские страны», которая окончила на красный диплом. Аспирант Конститута Востоковедения РАН по специальности «История международных отношений и внешней политики». Владеет английским, арабским, изучать турецкий язык. Работает в Центре партнерства и цивилизации МГИМО МИД Российской Федерации, сотрудник секретариата группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Сферу научных интересов составляют современные политические и социально-экономические процессы в Причерноморье на Ближнем Востоке, а также геополитика региона Восточного Причерноморья, особенно в связи с ситуацией вокруг Абхазии. Участвовала в ряде научных конференций, в том числе и международных. Опубликовано более десяти научных статей, среди которых публикации в печатных и электронных изданиях по различным аспектам международных отношений в регионе Причерноморья. Действительно, в Абхазии эта тема довольно хорошо изучена, она пользуется интересом и не только на современном этапе, но и в советское время. Многие исследователи уделяли этому вопросу большое внимание, потому что действительно вопрос связан с историей республики. Как известно, генезис этого вопроса, он связан с Кавказской войной, с ее последствиями, последующим исходом местного населения, населения северо-западного Кавказа, предел Османской империи, образования диаспоры, которая сегодня раскидана на всем пост-османском пространстве и даже шире, уже на всех континентах, практически есть диаспоры черкесские. Что я имею в виду под термином черкесы? Понятное дело, что сегодня мы чаще всего употребляем этот термин применительно к адыгским народностям, к адыгам, но когда мы говорим о диаспоре, я думаю, что это тоже общеизвестно в Абхазии, конечно, речь идет не только об адыгах, но и о представителях других кавказских народностях, которые также переселились в ходе Кавказской войны и после ее окончания в Османскую империю. Среди них были и абхазы, и представители других народностей, и осетины, и карачаевцы, и так далее. Все они образовали в Османской империи обширную, большую общекавказскую диаспору, которая больше известна и в восточных источниках, и в западных, и в российской историографии, как черкесская диаспора. Это тоже легко объяснимо, потому что количество представителей адыгских народов, собственно, черкесов, там действительно было больше, и кавказцы, все остальные, они как бы немного ассимилировались в условиях ино-национального общества в Турции, иной культуры, объединялись в свои такие группы этнические, и стали ассоциировать себя уже не столько с какими-то конкретными племенами, а известно, что адыги — это же тоже не один народ, даже если вспоминая современный флаг адыгей, на котором изображено 12 звезд, как вы знаете, там три стрелы, флаг, который был придуман Дэвидом Муркартом, и с которым себя адыги до сих пор все адыги ассоциируют. Это же 12 звезд, которые символизируют 12 адыгских племен, многих из которых до сегодняшнего дня, многие из которых не сохранились, исчезли в силу целого ряда причин. Но вот хочу сказать, что все они там уже на чужбине себя ассоциировали с большой такой общекавказской черкесской диаспорой и отходили от каких-то племенных таких тем. Тоже коснулось, тоже можно сказать и об Абхазах. На современном этапе мы можем говорить о том, что действительно происходят такие процессы, когда проблемы осмысления и переосмысления событий исторического прошлого приобретают все возрастающее значение, потому что исторический факт является одним из весомых аргументов в решении современных задач, в основном политического характера. И это тоже не приходится объяснять, даже если мы возьмем в пример ситуацию вокруг Абхазии. Ну, просто для того, чтобы было понятнее и ближе. Хотя этот вопрос на самом деле не касается исключительно Абхазии, Грузии. Сегодня такого рода процессы происходят повсеместно во всем мире. И не только исключительно в Кавказском регионе, но везде на Ближнем Востоке, на Западе, в Африке, на любых континентах. Сегодня же для того, чтобы обосновывать свою политическую позицию, оппоненты абхазской страны, то есть там Грузия, она приводит в качестве аргумента исторические, свои исторические интерпретации того, как развивалась Абхазия, что это за был регион, то есть обращается к истории, к своей интерпретации истории. Сегодня это происходит, как я уже сказала, повсеместно. И если мы говорим о черкесском факторе, черкесском вопросе, то здесь в основном исторические интерпретации, они касаются, конечно, вопросов Кавказской войны, потому что считается, что именно отсюда берет свое начало кавказский, черкесский фактор. Хотя, конечно, были предпосылки и ранее, и мы знаем, что Черкесия, хоть это и не было государственное образование, такое вот, как мы это понимаем сегодня, но действительно играла определенную серьезную роль на Кавказе вот в тот период. Хочу только сказать, что после окончания Кавказской войны и включения кавказских территорий в состав Российской империи были сняты военные аспекты темы, но не были элиминированы ее геополитические и международно-дипломатические составляющие. И прежде всего, благодаря диаспоре, потому что после того, как образовалась диаспора в Османской империи, огромная диаспора, которая была сосредоточена не только, скажем, в Анатолии, но и в разных велоетах империи. Это и Ближний Восток, это и Балканы, это и Северная Африка. И до сих пор анклавы, такие небольшие группы, а где-то и довольно большие, сохраняются и по сей день. Несмотря на определенные трудности, черкесская диаспора довольно успешно прошла периоды интеграции и адаптации в принимающих обществах, и в то же время сохранила этническую идентичность. Что немаловажно, и мне кажется, на что нужно обратить внимание, она сохранила значительную социальную активность. То есть, понятное дело, что фактически они были в роли беженцев, потому что там их тоже особо не ждали. Хотя были определенные подготовительные меры, естественно, Османская империя готовилась к приему большого количества кавказцев. Но нужно сказать, что диаспора не была там, естественно, выходцы из Кавказа, они не были там привилегированным каким-то населением. Она была очень разноликая, она была очень такая мозаичная, не монолитная. То есть, большое количество сельского населения, потому что распределяли в такие территории не центральные, скажем. Конечно, в Стамбуле тоже проживало большое количество черкесов. В основном это была черкесская элита, которая имела определенные связи с двором султана. А большинство населения, они были распределены по, скажем так, османским провинциям, велоетам. Там, где проживало не турецкое население в основном. Это Балканы, балканские народы, это Ближний Восток, где проживали арабы преимущественно, Северная Африка тоже арабы, территории, населенные греками, армянами и так далее. Поэтому приходилось им, конечно, нелегко, но вместе с тем, несмотря на то, что приходилось как-то адаптироваться к новым условиям, к новому языку, к новой культуре, уже в самом начале 20 века стали организовываться первые черкесские организации в Османской империи. И первая из них была организована, сформирована в 1908 году, сразу после Младо-Турецкой революции. Эта организация называлась «Черкесское общество единения и взаимопомощи». На самом деле, действительно вызывает большой интерес деятельность этой организации, которая сыграла большую роль в сохранении этнической идентичности, культуры. Несмотря на то, что она объединяла практически все народы Северного Кавказа, выходцев Северного Кавказа, которые находились в Османской империи, руководство этой организации было в руках представителей Северо-Западного Кавказа, то есть абхазов, убыхов и адыгов. И, соответственно, деятельность организации все-таки имела определенный уклон и довольно существенный в культурно-просветительской деятельности, вот в сторону абхазо-адыгской проблематики. Вот хотела бы привести небольшую выдержку, которая, мне кажется, очень интересна и тоже наводит на определенные мысли. То есть просто нужно иметь в виду какие-то вещи для того, чтобы понимать, как они себя ассоциировали, о чем они думали на тот момент. Значит, вот в этом же году, когда было образовано Черкесское общество единения и взаимопомощи, то есть 1908 год, это как раз год предшествия младотурок, они выпустили воззвание общества к соотечественникам, которые представляют для нас, как мне кажется, я уже об этом сказала, большой интерес. В частности, в нем отмечается, что Кавказ является истинной родиной черкесов, покинутой ими вследствие иностранного завоевания. При этом особо подчеркивался факт выживания переселенцев благодаря приютившему их священному халифату. Также в этом воззвании отмечается, что альтернативой переселению на османские территории являлась утрата ими исламской религии или, по меньшей мере, ограничение возможностей ее исповедания. Исходя из этого, акцент делался на необходимость преданного отстаивания черкесами интересов как собственного этнонационального сообщества, так и османского конституционного правительства, которое, как отмечалось воззвание, обеспечивало ему защиту и покровительство. Я здесь не первая, кто будет говорить о проблемах, о причинах переселения, о том, с какими трудностями переселенцы столкнулись в Османской империи. Я думаю, что это даже не стоит отдельного внимания, потому что все представляют, как это происходило. Существует огромное количество работ, и я думаю, что в Абхазии, наверное, не найдется людей, которые не имеют своей позиции по этой теме и не знакомы с теми процессами, которые происходили тогда. Но действительно, мы знаем, что происходило определенное и такое религиозное давление с Османской империи. По крайней мере, они пытались это давление оказать. И на переселенцев, которые уже оказались там, на махаджиров, которые оказались в Османской империи, даже сам термин махаджирство. Мы все понимаем, какие корни он имеет. В переводе с арабского это переселение, причем религиозное переселение. Это уходит корнями в священное писание мусульман, в Коран, когда произошло махаджирство пророка Мухаммеда, как мы знаем. И после этого в основном махаджирство вообще в истории обозначают те процессы, которые вынуждено переселение именно с религиозными мотивами. Здесь, конечно, целый комплекс причин, проблем. Я не могу сказать, что это было исключительно религиозное и даже по большей степени религиозное. Конечно, мы все понимаем, что прежде всего это было насильственное выселение, но часть населения Северо-Западного Кавказа действительно руководствовалась религиозными мотивами. И нужно сказать, что именно эта часть, то есть такие элиты черкесского общества, которые входили уже в элиты Османской империи, элиты военные и государственные, они как раз и руководили организацией, потому что она на тот момент, естественно, не имела филиалов в различных областях Османской империи, была сосредоточена преимущественно в Стамбуле. Соответственно, руководство тоже находилось в руках таких влиятельных людей в составе диаспоры, которые, может быть, не отражали мнение всей диаспоры, но определенной части диаспоры несомненно. Нужно сказать, что это была не единственная организация, но говоря о ней, я, конечно, должна подчеркнуть то, что она действительно вела очень такую активную деятельность по поддержанию этнической самобытности, сохранению идентичности. Они проводили там определенные курсы родного языка, были курсы им, истории, издавалась газета на адыгском языке, это вот первая газета на адыгском языке вообще под названием Гуаза, и даже умудрились отправлять ее на Северный Кавказ, то есть какая-то часть тиража попадала и на Северный Кавказ. Кроме того, в Стамбул приезжали студенты Северного Кавказа, которые обучались в стамбульских вузах, и с ними тоже поддерживались определенные связи, они преподавали язык. То есть нельзя сказать, что они были совершенно оторваны от исторической родины, но, конечно, контакты были очень сильно ограничены, ну, в силу того, что, в силу отношений, во-первых, Османской империи и тогда еще Российской империи, но, опять же, возвращаясь к тому, что это была не единственная организация. В 1911 году образовалась еще одна новая организация Общество Кавказских студентов по распространению просвещения. Как раз те студенты, о которых я говорила чуть выше, которые приезжали обучаться в стамбульских вузах. Потом эта организация была также преобразована в другую. Честно говоря, о ней не сохранилось особых сведений, но нужно сказать, что они тоже в основном проводили такую культурно-просветительскую деятельность. Несмотря на то, что деятельность черкесских организаций на первых порах, она действительно такой имела очень ярко выраженный культурно-просветительский характер, разумеется, идея воссоединения со своими соплеменниками на исторической родине сохраняла свою актуальность. Просто не было тогда возможностей для каких-то действий в этом направлении. И первые возможности появились с началом Первой мировой войны. И здесь, как мне кажется, первое активное использование черкесского фактора как раз проявляется на примере этой ситуации с началом Первой мировой войны, когда османское правительство решило использовать своих новых подданных кавказского происхождения, черкесов в борьбе со своими противниками, в частности Российской империей. И тогда впервые стал обсуждаться вопрос создания формально независимого черкесского государства на Кавказе, но под протекторатом одного из османских принцев. И этот вопрос обсуждался в Османской империи. Как раз в обсуждении принимали участие представители вот этой черкесской ассоциации, о которой я говорила выше, черкесского общества, единения и взаимопомощи. Как мы знаем, проект оказался нежизнеспособным и не был в итоге реализован. Но вот такая решительность деятелей этого черкесского общества, как мне кажется, была прежде всего связана с тем, что просто они не видели других вариантов развития ситуации. То есть, естественно, для них было приоритетным воссоединение со своими соплеменниками, и они жили этой надеждой, что в ближайшем будущем будет возможно вернуться на свою историческую родину и со своими соотечественниками воссоединиться. Других видимых вариантов у них не было, поэтому они вот пошли на какие-то контакты с османской стороной. Но после того, как в России случилась революция, Россия вышла, мы знаем, там события, касающиеся Первой мировой войны, немножко отошла в тени, занялась своими внутренними вопросами. Вот и вопрос создания черкесского государства, он тоже отошел на второй план. И в Турции постепенно, позже уже были закрыты все этнические организации, там же тоже произошли определенные внутренние перестановки. И с приходом Кемаля Татюрка вот эта вот вся деятельность, активная деятельность черкесской диаспоры, она была немножко свернута. Конечно, в какой-то степени она сохранялась, но, как мы все знаем, этническая активность, она всячески в Турции подавлялась долгое время. Многие сменили фамилии, многие перешли, там, были сторонники и Султана, были сторонники и Кемаля Татюрка. И здесь тоже, опять же, возвращаюсь к тому, что черкесская диаспора никогда, ни тогда, ни сейчас, она не отличалась такой монолитностью и единостью, к сожалению. Может быть, вследствие того, что там действительно были представители разных племен, разных национальностей, и как-то компромисс не всегда удавалось найти. Поэтому вот были такие трагические события. И сегодня, опять же, когда мы возвращаемся, вот часто говорят о том, что история циклична, и, наверное, действительно есть определенный смысл в этом, потому что даже если мы посмотрим на те процессы, которые сегодня происходят, можно найти действительно что-то похожее в истории отношения России и Турции. Конечно, я не говорю о том, что сегодня отношения России и Турции такие же, как они были, скажем, там, два столетия назад, во времена Османской империи, Российской империи и их такого ожесточенного противостояния, войн, сегодня об этом речи не идет. Но и Россия, и Турция сегодня являются активнейшими и главными игроками в регионе, в Кавказском регионе, в Черноморском регионе. И это заставляет их задумываться как и о сотрудничестве, полноценное осуществление которого было бы действительно таким серьезным фактором установления стабильности в регионе, так и о соперничестве, потому что все-таки интересы, национальные и жизненные интересы обоих этих государств, что Турции, что России, они перекликаются и на самом деле часто сосредоточены в одних и тех же регионах. Поэтому ни соперничество, ни сотрудничество мы сегодня не можем откинуть в отношениях России и Турции. И сегодня речь идет только о том, что возобладает, как будут расставлены приоритеты. В принципе, если смотреть так грубо говоря и глобально, то такая же ситуация была и тогда. В отношении Крыма, опять же, присоединение Крыма к России более двух столетий тому назад, оно обусловило ситуацию на вот этом вот всем Черноморском, Черноморско-Кавказском в этом регионе, когда Крымская довольно серьезная проблема отошла на второй план и на первый план вышла черкесская проблема. Сейчас, ну, России беспокоиться в этом плане, наверное, не приходится, потому что Северный Кавказ является неотъемлемой частью России и, в принципе, здесь никаких, ну, даже при подстрекательстве определенном Турции никаких серьезных изменений быть не может. Но вот мы видим реакцию Турции на присоединение Крыма к России и даже вот совсем недавно в преддверии визита Эрдогана в Санкт-Петербург он тоже в своем интервью говорил о том, что их эта тема волнует, крымско-татарская тема и вообще будущее крымского полуострова, и что они будут обсуждать этот вопрос с российским руководством, и что никогда не останутся вот как-то вдали от этой темы. То есть действительно эта проблематика их волнует. Соответственно, я считаю, что в этой связи повторение опять вот этих крымских событий, оно действительно может вызвать определенные интересы, скажем, к Абхазии, потому что это тоже такой регион, который исторически вызывает интерес турецкого правительства Турции и вместе с тем является регионом, где, в принципе, присутствуют интересы Российской Федерации. В этой связи, конечно же, я считаю, нужно обращаться к историческому опыту, какие-то делать выводы и применять те, может быть, какие-то уроки к сегодняшней ситуации. Кроме того, черкесская проблематика сегодня еще становится актуальной и в связи с событиями на Ближнем Востоке. Опять же, в начале лекции я говорила о том, что там проживает довольно значительная черкесская диаспора, особенно в Сирии, где сейчас идет война. Для нас эта тема недалекая. Мы знаем, что у нас проводится определенная политика в этом направлении, есть соответствующий комитет, занимающийся вопросами репатриации, проживают определенное количество репатриантов, потомков махаджиров, как из Турции, так и из Сирии. К сожалению, в силу печальных событий, конечно, они сирийцы, сирийские граждане черкесского происхождения переселились в Абхазию, но, тем не менее, они находятся в республике, стараются как-то здесь интегрироваться в местное общество, соответственно, изучением вот этой проблематики и вопросов их жизнедеятельности там, вопросов того причин, того, как они туда попали и как они собираются адаптироваться здесь, конечно, тоже повышает актуальность этого вопроса. Сегодня об этом на самом деле задумывается не только в Абхазии, не только в России, не только на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, но огромное количество работ выходит на Западе. В частности, была в 2013 году, в преддверии Олимпиады, кстати говоря, выпущена книга в Америке, которая называлась «Геноцид черкесов». На английском языке, естественно, довольно интересная, но нужно сказать, что эта книга практически первая после Второй мировой войны, которая вообще затрагивала этот вопрос, потому что он никакого интереса там долгое время не вызывал, потому что не было, скажем так, информационного повода. Вот опять же проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году, обострение ситуации на Ближнем Востоке, обострение ситуации в Сирии, в Ливии, в Египте, где проживает тоже такая небольшая, но довольно активная черкесская диаспора. Вот они вызвали действительно такой серьезный интерес и у западных СМИ, и у западных специалистов по кавказской проблематике. И нужно сказать, что действительно этот вопрос очень активно муссировался. И в российских СМИ. Вот я проводила небольшое исследование по упоминаемости вообще черкесского вопроса в СМИ, в российских СМИ и зарубежных СМИ. Должна сказать, что, конечно, итоги очень поразили меня, хотя примерно чего-то подобного я ожидала, но был просто небывалый всплеск упоминаемости. Причем черкесский вопрос, вот словосочетание черкесский вопрос, может быть, не так часто появлялось в СМИ. А вот геноцид черкесов, это был просто, не знаю, очень большой рост. И практически от нулевой упоминаемости, скажем, в 2000-х годах, вырос к 2010-му, 2011-му, 2012-му. Постепенно такой очень активный рост упоминаемости геноцида черкесов он наблюдался. Ну, опять же, могу сказать, что сами черкесы в большинстве своем, конечно же, какие-то политические вопросы вот такими способами не решают. У них единственный вопрос – это сохранение своей идентичности, с которой, как мне кажется, они справляются просто блестяще, учитывая, какое количество времени они уже провели и какое поколение уже проживает вот за пределами их исторической родины. Они все практически помнят свои фамилии, хотя давным-давно там уже пользуются другими фамилиями. Все практически помнят места происхождения, там деревни или аулы, откуда они приехали. Многие говорят на языке, обучают по мере возможности своих детей языку, культуре, традициям, танцы, преподают. Есть курсы абсора для потомков абхазских мухаджиров, есть курсы хабзы для черкесов. В общем-то, они делают все, что могут. Но сегодня вот эта черкесская проблематика, к сожалению, у нас становится такой немножко разменной картой в руках тех отдельных деятелей, которые пытаются такими способами активизации этого вопроса, педалирования, решать политические вопросы, политические какие-то темы. И должна сказать, что это не только не решает политические темы, но мешает вообще деятельности, активной и довольно плодотворной деятельности различных черкесских организаций, европейских, американских, турецких, российских, ну и так далее, которые действительно проводят колоссальную работу по сохранению идентичности. И, наверное, последнее, что я хотела бы в этом плане сказать. Сегодня очень часто поднимается вопрос о перспективах репатриации черкесов, абхазов на историческую родину, и в Абхазии эта тема очень актуальная. Но я хочу сказать, что чисто мое субъективное мнение, по мере того, как я изучала этот вопрос, мне кажется, я практически в этом уверена, что по прошествии такого количества времени они имеют там место жительства, имеют работу, какие-то связи социальные и так далее. Они действительно очень так трепетно лелеют память о своей исторической родине, стараются сохранить свою самобытность. Я уже говорила, что это им действительно удается. Но рассматривать всерьез вопрос такого полноценного переселения на постоянное место жительства, на историческую родину, ну этого нет. На сегодняшний момент нет и, наверное, уже быть не может. Только в случае каких-то действительно таких серьезных потрясений, войн, того, что действительно мешало бы их полноценной жизни и угрожало бы жизни и здоровью населения черкесского там за рубежом. Только в случае, наверное, вот таких событий они могли бы рассматривать действительно переезд. Но осуждать их по этому поводу, наверное, нельзя, потому что мы можем поставить, каждый может поставить себя на их место. Даже проживая где-то за рубежом, может быть, там не очень хорошо, но тем не менее это для вас среда понятная, где у вас, по крайней мере, что-то есть. И переезжать, когда вам там ничего не угрожает в другую страну, хоть это ваша историческая родина, но вы понимаете, что там есть свое население, то, что там уже за столько лет сложилась какая-то своя, ну может не культура, но все равно какое-то определенное влияние России, которого, скажем, там не было, определенные реалии, им очень сложно. И мы это можем наблюдать на примере тех, кто вернулся, репатриантов. Хотя и с абхазской стороны очень стараются сделать так, чтобы им здесь было комфортно, в силу возможностей очень ограниченных. И они, я тоже думаю, что стараются как-то адаптироваться, потому что понимают, что у них нет другого выхода. Но тем не менее очень сложно. Я тоже проводила определенные анкетирования среди вот именно сирийских репатриантов, точнее прибывших из Сирии. Там небольшая была группа, порядка 20 человек. Ну вот очень удивительно то, что как они заполняли. В графе национальность там были очень разные ответы. Помимо того, что там абхазы, кто-то писал абазам, абадзех было вот такое тоже интересное, убыхи, адыги, черкесы. Кто-то писал араб, абхаз. То есть у них вот нету такого четкого, ну там, четкой идентичности. Родной язык тоже абхазский, арабский. Ну, многие писали абхазский, но вместе с тем владение языком практически все написали, что не владеют. И среди таких основных препятствий, которые мешают им здесь вот интегрироваться в местное общество, мне тоже было интересно. Я, честно говоря, думала, что они вот скажут, что какие-то вот социальные такие вопросы, там, обеспечение жильем, работой и так далее. Были, конечно, такие ответы, но было немало тех, кто сказал, что культурные различия. Вообще, хочу сказать, что в Сирии, может быть, здесь есть определенные такие, какие-то стереотипы, арабская страна даже называется, сирийская арабская республика, но на самом деле там большое количество христиан проживает, там большое количество представителей других религий, сунниты, шииты, и они там очень мирно уживаются, и вот с их стороны точно нет... Ну, война – это немножко как бы влияние извне, скажем так, подогревание каких-то там. Естественно, есть определенные противоречия, где их нет, но не до такой степени, чтобы это вызывало какие-то конфликты. Наш парламент, Верховный Совет, принял решение о создании вместо Абхазской Советской Социалистической Республики новое государство, Республика Абхазии. Это когда, вот, в 23 июля 1992 года, в тот же день не только государство создано было, и флаг, эмблема, все тогда было принято. Но самое удивительное, что на следующий день Владислав Григорьевич полетел в Турцию. А потом, как выяснилось, что главная, оказывается, задача для него – выяснение, насколько там, какие людские ресурсы, сколько, и вообще, я потом, по его словам, что мы можем ли государство построить. То есть, и он, когда приехал, он называл такую цифру свыше 500 тысяч людей, Абхазы проживают в Турции. И как бы он смотрел на это, что многие возвратятся сюда, в Абхазию. Возвратятся в Абхазию. То есть, что можем построить полноценное абхазское государство, а не швейцарскую Абхазию. Сейчас выясняется, что не только 500 тысяч. Вот рядом здесь сидит Владимир Демалович Авицба, старший научный сотрудник Абхазского института. По его утверждению, и мы верим, потому что он долгое время работал в Турции. По его подсчетам, только в одной Турции проживает не менее 800 тысяч Абхазов. То есть, которые себя называют Абаза. И вообще, так, если взяты в целом, можно сказать, что даже по его словам, более миллиона Абхазов. Да, в мире, но, конечно, если 800 тысяч в Турции, в других, в Сирии, там, в других государствах, в том числе Германия, США и так далее, вот, посчитать тоже определенное количество, и здесь, в Абхазии, все вместе, конечно, свыше миллиона. Вот. И для нас, конечно, для построения государства, когда мы называем Абхазское, очень важно возвращение. И вот, такой был вопрос, конечно, это сложный вопрос, да, но, все же, есть или нет перспектива в этом плане? Ну, перспективы, честно говоря, мне кажется, несколько призрачные, потому что можно обеспечить определенную репатриацию, да, конечно, не все эти огромные диаспоры, частично, но для того, чтобы ее обеспечить, нужны ресурсы внутри страны, для того, чтобы, действительно, они приедут, а их же надо где-то поселить, обеспечить работы, научить языку, как минимум, да, для того, чтобы они могли хотя бы как-то адаптироваться. У нас, к сожалению, на данный момент ресурсы финансовые ограничены для того, чтобы большое количество репатриантов принять в Абхазии. Мы, ну, не знаю, вот, как мне кажется, к сожалению, да, мы с трудом справляемся вот с тем, с тем уровнем репатриации, который сейчас есть. Если, в этой ситуации я вижу только одно решение, то есть нам нужно в Абхазии четко обозначить вообще нашу стратегию в отношении репатриации и репатриантов. Если мы четко решаем то, что вот нам нужно возвращать репатриантов во что бы то ни стало, то должна быть стратегия по их адаптации и такому безболезненному интегрированию в наше общество. По пунктам, как они возвращаются, каким транспортом, где они размещаются. Это все уже должно быть готово к тому моменту, когда, скажем, мы будем с ними, надо работать там на местах. То есть эта работа тоже у нас, к сожалению, не ведется. Нельзя просто так взять человека и перевести его, и чтобы он здесь как-то вот сам выживал. Ну, мы все это понимаем, я надеюсь. поэтому вопросы очень сложные. Но вот чем дальше будут тянуть вот с тем, со стратегией, скажем так, с этим вопросом, надо просто четко понимать, что нам нужно. Если мы, например, отвечаем на этот вопрос отрицательно и говорим, что, к сожалению, мы не можем принять там репатриантов, да, это вот не в наших силах, то тогда нужно уже решать вопрос того, как нам не потерять с ними связь, потому что со временем, естественно, как бы они ни пытались сохранить свою идентичность, время идет, и в современном таком глобализированном обществе все вот эти национальные границы, они потихонечку стираются. Поэтому, может быть, думать о том, чтобы какая-то вот такая географически разделенная нация существовала, но вот духовно единая. Не знаю, здесь много, может быть, вариантов, но опять же, это зависит все от решимости и вот абхазов, проживающих, если мы говорим об абхазах, не о черкесах, а именно вот о нашей ситуации абхазской, то вот абхазов, проживающих на своей исторической родине, от нашего, наверное, решения и воли здесь многое может зависеть. Вот мне интересно, как реагирует, какая реакция стран, из которых они возвращаются, и наших ближайших соседей, ну, сейчас все от России, есть ли какая-то реакция на это, какое-то мнение может быть? Ну, оттуда, откуда они возвращаются, это преимущественно, сейчас, это преимущественно Сирия, но мы знаем, что из Сирии на самом деле уезжают сейчас далеко не только абхазы, кавказцы, черкесы, там уезжают все, кто только, у кого есть такая возможность, и там армяне, например, ассирийские, они переезжают в Армению, многие, кстати говоря, представители черкесской диаспоры перебираются в Турцию, потому что это там ближайшая страна, там безвизовый, ну, как бы визовый облегченный режим, и у них есть там определенные контакты с диаспорой в Турции, Сирия вполне лояльная, нормально на это смотрит, то есть никаких здесь вопросов нет, что касается России, в России ведь тоже перебираются, то есть в республике Северного Кавказа не так многочислено, конечно, но вот в Карачаево, Черкесии, в Кабардино-Балкарии и местные черкесы, они очень этому способствуют, мне кажется, они даже больше хотят, чем сами черкесы, которые проживают в Сирии, и я думаю, что вы все знаете югославский пример, после известных событий, там в Адыгее даже был специально аул построен для переселенцев оттуда, и была очень так вот скоординированная работа, многие переехали, многие там остались, часть, конечно, после налаживания ситуации уехала, но здесь не могу сказать, что есть какие-то, знаете, вот противодействующие силы, которые препятствуют тому, чтобы репатрианты возвращались в Абхазию, такого нет. Я прочитал около 20 книг, касающиеся черкеса. Вот он правильно сказал, наши, вот в окрестнице Стамбула, где проживают абхазцы, некоторые очень оскорбительно принимают слово черкес. Не знают, что это такое, что это значит. Я не черкес, я абхазец. Послушай, подожди, что-нибудь оскорбительное в этом слове есть. Например, когда меня спрашивали, кто-то такой, с гордостью говорил, что я черкес. Но потом, если он разбирается, кто в эту группу уходит, он спрашивает, а черкесов много. Ты кто из них представляешь? Тогда я говорю, я абхазец. Тогда все понятно, остановились. Вы как можете разъяснить, если можете, если не можете, пусть останется так же. Что такое вообще, что означает черкес? У меня, на самом деле, вот в моей работе это все есть. Я специально, даже отдельно вывела терминологический аппарат, потому что это действительно большой вопрос. Когда там черкес говорит, я черкес, черкес, житель Карачаева, Черкесии, или там адыг по происхождению, это одно, а когда говорит представитель диаспоры, совершенно другое. И вот в данном случае, когда я говорю о диаспоре, это собирательное значение. Черкес не представитель адыгского народа. Хотя изначально, да, изначально черкесы, это именно представители адыгского народа. Вот в 91-м году, по-моему, было заседание Международной Черкесской Ассоциации, где они приняли, действительно, чтобы не было вот этих терминологических каких-то казусов, приняли решение о том, чтобы всех представителей адыгских народов по-русски называть черкесами, а самоназвание на родном языке, на адыгском, адыг, адыгая. Вот. Что касается диаспоры, я сегодня говорила преимущественно о ней, то это действительно, я немножко так вскользь упомянула, может быть, и не совсем четко, это собирательное значение такой общекавказской диаспоры, вы, наверное, лучше меня знаете. Нет. Черкес, вы сами сказали, да? как-то я знаю, не просто я для себя хочу понять. Что такое вообще? Что означает Черкес? Применительно к диаспоре это выходцы, переселенцы, махаджиры, потомки махаджиров не только адыгского происхождения, но и абхазского, и там других кавказских народов. На разговоре, на теме мы говорили о науке, а потом сразу практическую плоскость это перенесли, и как быть с переселением нас, абхазцев, допустим. Богатый абхазец к нам не приедет, к сожалению, их там много. К сожалению. Понимаете? Второе. Это я так говорю, это мое мнение не приедет. Но кто ждал, что так массово срицы кинутся сюда, спасать свою душу в Абхазию? Что будет с Турцией? Видимо, я думаю, НАТО и Америка не простят вот наклон Эрдогана к России. Не простят. Они начнут потихоньку щипать его там. В таком случае, вы знаете, там абхазцы занимают довольно большие должности. Это не секрет, что командующие военно-воздушными силами Турции сегодня абхазы. и до этого тоже был абхазец. Дела их плохи. Вот, может быть, после всего этого захотят они все-таки вернуться на родину. Они спокойно там жить не могут. Потому что... Почему нам с грузинами было плохо? Почему? Потому что они насильственно насаждали свою культуру, свой язык. Турция тоже сегодня делает. Вот сегодня вы можете представить, чтобы прийти в какую-нибудь организацию и написано было бы говорить только по-турецки. Можете представить? Я в автобусе сегодня, когда я сюда видел, маленький мальчик стоит и говорит, в США, говорите по-абхазски. Для нас это понятно, понимаете? Для нашей... Ну, а в Турции сегодня вот такая ситуация. Там очень сильно развито националистическое течение. И второе, насчет религии. Если вот, допустим, сто тысяч турок, турецких абхазцев переедет сюда жить, вот я считаю с мусульманинами, я считаю, себя так считаю. Вот он тоже, по-моему, мусульманин. Но мы никогда ни одного раза не спрашивали, какой ты веры, какой я. Верить для нас, это все равно. Я так же думаю, как вы, христианка. А турецкий мусульманин так не думает. Он должен видеть в вас человека, думающего только как вот. Он никогда не спросит, какой вы националист и как ваша фамилия. Вы мусульманин, значит, мы братья. 300 лет мы говорили, что турки здесь хозяина челеда. За 300 лет, к великому сожалению, они не построили капитально ни одну мечеть не построили. Вы в Турции бывали? В Стамбуле бывали? Вы бывали? На каждом шагу мечеть то жене построил, то дочке построил, то зяте построил. Деньги есть в мечети строят. Как у нас здесь, деньги есть, дом строят. Вот, вот, как мы это перенесем, я не понимаю. Вот, что еще? Бывали, вот, после войны я 20 лет был в Турции. после войны ситуация осложнялась. Здесь Экадорский, Гальский, там еще 5-й, 10-й. Мы собирались, я там митинговал, как в обычных до этого коммунистических собраниях. Они встают и говорят, да, мы против этого, но мы что можем сделать? Мы только будем молиться Богу, чтобы абхазцы победили. Вот, пожалуйста, идеология, убеждения ко всему этому. Конечно, вот, все о том, о чем вы сказали, действительно имеет место, есть определенные опасения. Это опять о том же, возвращаясь к тому, что к репатриации действительно надо подходить очень серьезно и готовиться. просто так взять и привести. Вот, вот, ну, то есть, если мы действительно нуждаемся в репатриантах, и это для нас жизненно необходимо, то надо определенную политику выстраивать и учитывать все то, о чем было сказано, и как бы все те различия, которые существуют. Но, вот, вы начинали с того, что могут быть определенные события в Турции, и это может вызвать определенный поток. Я думаю, что, знаете, готовиться к репатриации исключительно исходя из внешних факторов, что где-то что-то случится, и вот они приедут, это не совсем правильно, что мы должны, как бы, свое сначала, да, какие-то свои национальные интересы, и исходя из этого, и исходя из этого уже выстраивать стратегию. Где бы ни жили черкесские народы у себя на своей родине или за рубежом, самое главное, чтобы их никто не притеснял и чтобы они процветали. Мы же с вами прощаемся до следующей пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok